Юрист по образованию Наталья Коваленко сменила род деятельности. Четыре года назад прошла переподготовку и стала воспитателем. Считает самой актуальной проблемой у детей речевые нарушения. Поэтому использует в работе лого-ритмику. Мы с детьми пропиваем, простукиваем, проговариваем. Детям очень это нравится. Всегда и прохопают, и протопают, пропоют. И вот этими наработками я делилась на конкурсе педагогического мастерства. Свои наработки воспитатель показала и на городском конкурсе профмастерства, и на всероссийском. Современный учитель. Урок с использованием логоритмики получил высокую оценку от жюри. Диплом первой степени в копилке молодого специалиста. Статуэтка-педагог-наставник 2024 как оценка ее работы. Валентина Познякова – психолог с большим стажем. Консультирует, делает психодиагностику, проводит коррекционную и развивающую работу с детьми. Ребенок должен не бояться высказывать свое мнение, уметь общаться со сверстниками и взрослыми. В работе педагог использует песочную терапию, нейроигры и даже игровой парашют. Мы выполняем задания, играем, встаем все в круг, с ней интересно заниматься. Техники можно использовать как для деток гиперактивных, таких очень подвижных, так и тревожных деток, застенчивых, робких. Дети все разные, со своими особенностями, естественно, все происходит по-разному. Сейчас, знаете, еще что радует, что наконец-то родители поняли, кто такой педагог-психолог. Каждый конкурс для педагога важен. Это возможность поделиться своим опытом и получить оценку от коллег. У каждого педагога нашего детского сада, без сомнения, есть свои творческие наработки, свои изюминки, свои подходы индивидуальные, свои решения. Участие в конкурсе требует морального настроя. Одно дело, когда ты в кабинете с ребенком и делаешь привычную работу. Здесь же преобладает волнение. Получив высокую оценку, можно выдохнуть и продолжать работать.